Обсудим настроение россиян с Владимиром Осечкиным. У нас на связи правозащитник, основатель проекта «ГУЛАГУ». Нет. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые журналисты. И приветствую ваших уважаемых зрителей. Спасибо. Ну вот то, что устают россияне от своих пропагандистов и включают их все реже, это ведь хороший знак, правда? Ну, можно сказать, что люди начали прозревать. К сожалению, такое уже количество жертв этой войны, что радоваться их прозрению невозможно. Остается лишь недоумевать, почему, казалось бы, образованные люди, которые заканчивали школу, многие учились в институтах, как они поверили вообще вот этой вот лжи и страшной пропаганде. А что больше всего? Это феномен какой-то, который, очевидно, будут изучать и историки, и психиатры, и психологи, как можно было за 20 лет людей настолько погрузить, по сути дела, вот в варианты геббельсовской пропаганды в 21 веке. Это очень страшный феномен, но, к счастью, вот этот морок начинает проходить. И, правда, при обстоятельствах, когда, еще раз подчеркну, погибло огромное количество и украинцев, и россиян, и вот когда вот эта вереница гробов пошла в Россию, когда люди реально видят, что на самом деле происходит, когда приходят цинковые гробы с остатками тел, с поля боя, вот, видимо, только через это можно было каким-то образом разрушить ложь этой пропаганды, этот дурман. То есть, по вашему мнению, возмущает сейчас, в первую очередь, россиян, и они перестают верить телевизору, то, что информация оттуда не сходится с реальностью, понимают, что их жестоко обманывают, причем обман буквально ценой в жизни. Вот это ключевое, да, это сыграло. Не какие-то экономические сложности, связанные там с санкциями и удорожанием продуктов, а именно то, что они потеряют доверие к тому, что они слышат. Да, первое, это жертвы среди тех, кто отправлялся на эту войну. Это возврат тех, кто принимал участие в военных действиях, многие из них после ранений, без рук, без ног, без глаз. И вот когда они свидетельствуют, они рассказывают совершенно об обратном, и они говорят то, что опровергает ложь российской пропаганды. Вот только через это, очевидно, у людей началось прозрение. Но плюс нужно не забывать огромную работу, которую проводят и украинские журналисты, и блогеры, и те, кто помогает им из мировых журналистов, давая объективную информацию из разных источников. Также очень важно понимать, что здесь, как ни крути, санкции дают ощутимый результат, потому что они очень здорово ударили по экономике. И как бы там Владимир Путин не надувал щеки, очевидно, что жизнь простого среднестатистического россиянина серьезным образом ухудшилась. Плюс очевидная угроза всеобщей мобилизации. Ну то есть, в общем, очень много есть факторов. И одно дело, когда люди смотрели пропаганду, как некий фильм о том, как их герои постоянно кого-то побеждают, тех, кого телевизор назначил врагом без каких-либо оснований. И другая совсем история, когда они видят реальное ухудшение жизни, и когда мелькает угроза самим быть отправленными на войну в качестве пушечного и минного мяса. Потому что миф об армии 21 века, о том, что российская армия является второй или какой-то там третьей армией мира, но он, очевидно, разрушился под воздействием фактуры. Очевидно, что сейчас на поле боя сражаются одна армия, которая вооружена по последнему слову техники и очень сильно мотивирована защищать свою родную землю. Это армия 21 века, которая готовилась несколько лет подряд и, очевидно, ожидала вторжения со стороны России. И мы видим тех, кого отправляют с веслом, с вот этим старым автоматом 70-60-х годов выпуска, без тепловизоров, без биноклей, без дронов, просто на убой под минометный обстрел. И очевидно, что сейчас россияне в данном случае прозрели. И прозрели не только простые россияне, очень многие силовики, сотрудники ФСБ, ФСО, тех самых якобы суперспецслужб, которые подчинены непосредственно Владимиру Путину и его охраняют. Среди этих служб сейчас очень многие понимают, что это чудовищная подлая война, в ней не может быть никакой победы, ни физически, потому что нет никакого превосходства, ни морально, потому что ваша украинская армия, она защищает родную землю, родной дом. А российская армия, к сожалению, оказалась в этой истории подлым оккупантом и агрессором. И очень многие люди, которые давали присягу когда-то служить народу, те, которые приходили работать в правоохранительную систему, они точно не ожидали, что станут соучастниками вот этого, по сути дела, фашистского режима, который развяжет агрессивную войну против соседнего государства, с которым у россиян есть огромное количество, миллионы родственных и дружеских связей. Поэтому в данном случае очевидно, что реальная жизнь оказывается сильнее пропаганды. К сожалению, при этом мы понимаем, что прошло уже более полугода этих военных действий, и есть огромное количество жертв с двух сторон. И даже если они прозреют, и через месяц, два, три военные действия прекратятся, и того же Путина свергнут, или арестуют, или с ним что-то случится, это не сможет вернуть жизни погибшим, к сожалению. Это правда, к сожалению. Но вот еще, Владимир, о прозрении россиян. Мы неоднократно на этой неделе показывали бунты российских женщин, которые выходят и обращаются к Путину, просят, чтобы их мужей и сыновей, совершенно не имеющих никакого военного опыта, но мобилизованных, не бросали на передовую. В общем-то, хорошая тенденция, если бы не два «но». Первое, что они обращаются, уважаемый Владимир Владимирович, и второе, они, вот эти женщины, совсем не протестуют против самой войны. Они говорят, что их мужчины пошли Родину защищать. Вот, Владимир, есть это ему объяснение? Это какое-то, как бы, прозрение, но не совсем, наполовину. Это, к сожалению, такая рабская психология, когда, ну, надо честно посмотреть правде в глаза. Мы — это те, мы дети, внуки и правнуки тех, кто выжил в 30-е и 20-е годы прошлого века. И огромное количество людей, самых смелых, самых достойных, было убито в ГУЛАГе в ходе сталинских репрессий. Расстреляно, убито, уничтожено физически. Поэтому вот это какая-то на уровне генов, гена — это какая-то память такая, вот этого ГУЛАГа, страха, преклонения. Были цари, потом были такие, как Ленин и Сталин, которых тоже воспринимали как божество. Кстати говоря, до сих пор, чтобы было понятно, может быть, многие забыли, на Красной площади лежит труп Ленина в Мавзолее, и никого это не смущает. Они говорят о том, что там якобы современное государство, а на самом деле там какой-то, как в Древнем Египте, мумия лежит посредине Красной площади огромного города современного. Вот поэтому вот эта психология поклонения там царям, потом генсекам, потом начались вот эти там царь Борис, царь Владимир — это вся история с тем, что они прекрасно понимают, что на самом деле происходит, но при этом используют какие-то формальные речевые обороты с тем, чтобы не скатиться в оппозицию, которую уничтожают, арестовывают и закрывают в тюрьмы. Это, знаете, вот я могу короткую аналогию провести, когда мои коллеги-правозащитники, члены наблюдательных комиссий в России посещают тюрьмы, вот на садистов, на палачей никогда никто не жалуется в основном, потому что люди боятся, что их заново будут пытать. Но тем не менее они пытаются хотя бы каким-то образом проявить протест, рассказывая про ненадлежащее питание, плохое медицинское обеспечение и так далее. И только оказываясь тет-а-те-то где-то в каком-то кабинете наедине с правозащитниками, на ушко шепчут, что вот такой-то там майор или подполковник их бьет, пытает и даже насилует. Та же самая история здесь. Вот если каждого из этих, кто там встает морально на колени и начинает вызывать к доброму царю, к уважаемому Владимиру Владимировичу, привезти в Европу, к примеру, на территорию демократии и прав человека, человек отдышится, через две недели он будет говорить то, что он думает на самом деле. Пока он находится на территории тоталитарного государства, если он не соблюдает подобные формальные какие-то речевые обороты и в каждом своем слове нижайше, не кланяется и не унижается, это сразу автоматически может привлечь внимание там центрального аппарата ФСБ, всех этих надсмотрщиков, которые приедут и эту семью будут ждать обыски, аресты, задержания, подбросы наркотиками и так далее. Поэтому, конечно, можно с одной стороны подтрунивать или там даже в какой-то форме издеваться в интернете над подобными обращениями, но нужно понимать, что они четко понимают, они заложники этой тоталитарной системы, они не видят из нее выхода и они просто соблюдают эти ритуалы с тем, чтобы на них не опустилась вот та самая там кувалда Пригожина или швабра в сене. Но ведь это еще не вся история. Женщины протестуют и на том им спасибо, но мы понимаем, что высока вероятность, что вот сейчас, в скором времени, если уже не сейчас, вот эти мужичины, которых отправили на фронт, они могут не просто в тыл попасть, как они просят, а домой могут попасть и в гробу, и таких будут тысячи, что тогда эти женщины будут делать? Какие тогда мы увидим обращения и к кому? Будут ли они бояться, что к ним тут ФСБ пожалует? Наверняка нет. Это, знаете, загадка вот этого ГУЛАГа 21 века, как при наличии современных технологий соцсетей люди оказались настолько разобщены, что вот каждый из них находится вот в этом положении там ЗЮ, КУ, когда они вынуждены по большому счету молчать. Ну да, они прозревают, очевидно, только когда им приходят какие-то похоронки. И то мы знаем целый ряд примеров, когда украинские журналисты и блогеры звонят им, дают возможность побеседовать с военнопленными, а они в ответ говорят, мы вам не верим, мы пойдем перепроверять информацию в военкомате, зачем вы мне здесь врете, хотя их родной человек сидит прямо напротив, рядом с камерой и готов с ними побеседовать, а они в это время там пишут какие-то, озвучивают им оскорбления. Ну это вот такой феномен. Да и еще раз подчеркну, это все, в этом не может быть все стройно и логично объяснено, это, знаете, это как сектанты. Вот есть сектанты, которые продают квартиры, несут деньги, а эти люди, по сути дела, они заложили свою жизнь, отдали ее в руки вот этому главному предводителю секты, Путину, который их каким-то образом там зомбировал своими там обвислыми торсами, каким-то доставанием там амфор со дна каких-то озер, поднятием каких-то стерхов, и они почему-то в это верят. Конечно, пройдет время, и я вас уверяю, что в России будет развенчание культа Путина точно так же, как когда-то было развенчание культа Сталина. Это история. Но пока в моменте мы видим, это точно так же, как Сталин. Он убил миллионы россиян, ну вообще и жителей Советского Союза, тех, которые пытались поднять голову, заявить о своей чести, достоинстве, которые не соглашались с этим тоталитаризмом, но при этом, когда он умер, огромное количество людей давилось там в давках на его похоронах. А потом, спустя какое-то время, то же самое вы вспомните, как КПСС, все верили в КПСС, потом начали все рвать портбилеты, выкидывать и отказываться от своего прошлого. Ну вот это феномены бывших советских граждан, которым воспользовался КГБшник Путин. Еще одна тема, однажды мы уже ее обсуждали, сами в эфире, бунтуют и сами мобилизованные, среди них есть и те, кто в принципе не хочет воевать и убивать, есть и те, кто так же думает, что его отправили родину защищать, но не создали условий и вот против этого и протестуют. Нет одежды, обмундирование, оружие ржавое, холод собачий, на учениях только и учат, как маршировать и так далее. Как растет цифра и количество таких вот не согласных воевать по разным причинам? Сколько их сейчас может содержаться в тюрьмах в той же Луганской области и на территории России? Растет их количество? Да, я могу сказать, что оно растет в геометрической прогрессии, особенно вот как сейчас начинаются холода, выпадает снег, впереди зима и одно дело сидеть в лесу в какой-то палатке еще в летнее время там и варить какую-то там гречневую кашу и другое дело. Сейчас, когда вот все вот это вот плачевное состояние российской армии, когда они начнут мерзнуть, количество протестующих и бунтующих будет расти. Конечно, и ФСБ, и внутренние там подразделения собственной безопасности в армии делают все возможное, чтобы вот эти протесты, они не выливались в паблик, в публичную плоскость, чтобы каждый раз купировать скандалы и как только человек заявляет какой-то протест там с оружием в руках или без оружия в руках, но пытается что-то снять и отправить в СМИ и в медиа, они их, конечно, тут же хватают, арестовывают, вывозят в тюрьмы, кого-то из них там подвергают избиениям и пыткам, кого-то даже расстреливают внесудебно, но тем не менее мы видим, как остро воспринимается в том числе и в России информация о протестах, и вот те видео, которые мы, например, на нашем ютуб-канале ГУЛАГУНЕТ размещали с этими протестами, они в России очень широко просматриваются, миллионы людей интересуются этим. То есть здесь в данном случае спецслужбы в России выстроили так систему, что люди сидят, каждый там на своей кухне, они не умеют объединяться, на улицу выйти опасно, там тут же приедут, арестуют, но когда вот эта информация выливается в паблик, и люди видят, что начинаются протесты тут-тут-тут, все это может превратиться в очень серьезные, стихийные, массовые протесты. И я предвижу, что через 2-3-4 месяца уровень антивоенных протестов он вырастет и сильным образом увеличится. Да, Владимир, мы знаем о зверских способах, так сказать, мотивации российских солдат, их скрыто и открыто демонстрирует ЧВК «Вагнер». Это казни без суда и следствия. И по данным организации «Русь сидящая», вагнерцами были казнены уже 40 человек. Скажите, вот такие средневековые методы влияния на людей, они как действуют и действуют ли на тех, кто не хочет воевать? Это, знаете, это феномен Вагнера. Я постараюсь быть объективным до конца, потому что мы сейчас проводим независимое расследование по поводу этого секретного подразделения ГРУ Министерства обороны, которое пытаются преподносить как якобы независимую частную военную компанию, подчиняющуюся Пригожину. Я могу так сказать, что когда-то это все образовывалось в том числе и целый ряд наемников ЧВК Вагнера, они ездили в Сирию, чтобы бороться с ИГИЛ, когда вот в тот самый момент, когда вот это террористическое государство расширялось на Ближнем Востоке, разрасталось на карте, весь мир был в ужасе, и тогда многие из них, из бывших сотрудников российских спецслужб и армии, ехали туда, и они думали, что они делают хорошее, важное, большое дело. Но вот когда их подразделения сейчас бросили на войну против Украины, я могу сказать, что больше половины именно профессиональных наемников, которые там проходили службу или там воевали последние 6-7 лет, они отказались принимать в этом участие, прекрасно понимая, что это большая подлость, это коварство. Кстати говоря, многие из них вместе с украинцами в Сирии воевали против ИГИЛ. Целый ряд наемников приезжали с Украины туда. И когда Вагнер начали перебрасывать в Украину для соучастия военной агрессии, половина сразу ушла и отказалась. И сказали, мы готовы ездить в Мали, в Царь, в Сирию, еще в какие-то страны, в Украину мы не поедем. Тогда Пригожин с Путиным придумали брать заключенных и использовать их в качестве вот этого пушечного минного мяса штурмовых бригад и за ними выставлять инструкторов и надсмотрщиков из ЧВК Вагнера с тем, чтобы количественно сохранить или, может быть, даже увеличить присутствие их в Украине. Так вот, и они понимают, что у них система сейчас выходит из-под контроля. И они сейчас начали применять уже, они сами стали вот этим, можно сказать, русским ИГИЛ, террористическим образованием, которое применяет террористические методы и по отношению к Украине, к украинцам, и по отношению к самим россиянам, которых вовлекают во всю эту историю. Не все там находятся добровольно, многих туда под принуждением отправили. Да, и ведь устрашая вот этими страшными казнями, это же не только ведь для солдат. Эти казни, ничего не имеющие общего с правосудием, правами человека, всем цивилизованным, они же ведь влияют и на простых людей, на простых россиян. Это же неприкрытый террор, подавление без того уже задавленных, безголосых людей. Это говорит лишь о том, что у Путина, Пригожина и у того же Шойгу у них не осталось никаких аргументов, чтобы мотивировать людей на войне. Вот они пошли сейчас на самые крайние меры с этой казнью и с целым рядом казней, которые они применяют, они понимают, что у них карточный домик начинает сыпаться. Те люди, которые чувствуют силу, уверенность, которые уверены в своей правоте, в том, что их поддерживает народ, никогда бы не опустились до подобных внесудебных казней и расправ. Они понимают, что это их последний шанс, что счет идет на недели, возможно, на месяцы, после чего все это рухнет и, скорее всего, огромное количество вот этих вот голодных и брошенных солдат вернутся в Россию и начнут объединяться с теми силовиками, которые в России против этого режима и которые как раз не хотят ехать в Украину воевать. Поэтому им нужно использовать вот самые такие какие-то страшные, чудовищные картинки. Это от безнадеги, это от бездисходности. Если бы они себя чувствовали уверенно, они бы на это никогда не пошли. Да, что парадоксально, что сам собственник Чивака Вагнер чувствует себя хорошо, строит планы на будущее, задумался о не создать ли мне свою политическую силу. В некоторых зет-пабликах уже можно найти призывы пригожина в президенты, мол, сильный, мощный, жестокий. Ну, это опять же говорит о том, что они ищут выходы для самих себя в будущем, во время транзита власти и после окончания военных действий, после там заморозки этого конфликта. Они понимают, что силы исчерпаны, и Пригожно хочется найти себя каким-то образом. Он смог себя реализовать, ну, чтобы было понятно, Евгений Пригожин, это такой, знаете, подлизок, который пытается, и он себя ощущает внутри человеком второго сорта. Он проходил через заключение. На нем в России штамп стоит осужденный. Хорошо это или плохо, но это его история, это история России. Люди со штампом, что он сидел в зоне, их никогда, тот же самый Путин и вот эта вот белая кость нынешнего режима КГБшники, чекисты, они никогда его не примут за своего, никогда из него не сделают министр правительства и так далее. Поэтому единственный вариант был ему, как вот этому профессиональному киллеру, наемнику, исполнителю самых черных, самых грязных поручений Путина реализоваться. Вот он попытался реализоваться, использовать войну как социальный лифт, чтобы увеличить свое влияние, чтобы смыть с себя вот этот штамп бывшего заключенного с тем, чтобы как-то занять хоть какое-то место в этой истории. Потому что очевидно, что за один стол с Ротенбергами, Ковальчуками, Тимченко и Путином его никто бы никогда не пригласил и не поставил. Его максимум это быть халдеем, прислужником и приносить им еду вот в этих вот там больших красивых тарелках. И он сейчас понимает прекрасно, что война будет закончена, необходимость в том числе в этой ЧВК Вагнера абсолютно, она отпадет. Они провалились как проект. Очевидно, что бульдозеры Министерства обороны приедут на свои собственные территории и снесут эти палаточные лагери в Молькино, в 10-й бригаде и в 16-й бригаде, где базируются Редут в Тамбовской области. Очевидно, что их будут забывать и от них будут каким-то образом избавляться. От самых одезных, очевидно, их будут ликвидировать, кто больше всего знает. Поэтому он хочет публичности с тем, чтобы самому Пригожну не положили как-нибудь утром или ночью сотрудники ФСБ подушку на голову и не задушили его. Он хочет жить и он хочет какого-то признания и реализации. По сути дела, он хочет обналичить то, во что он вложился сейчас, участвуя в этой военной агрессии со своими наемниками. Я думаю, что, скорее всего, его песенка спета. И еще раз подчеркну, это мы видим просто его агонию, особенно если прочитать то, что он постит в своем Телеграме с какими-то сумасшедшими бредовыми заявлениями то против губернаторов, то против правозащитников, то против Ютуба. Это уже у него состояние, на самом деле, как бы он не пытался казаться таким крутым по отношению к заключенным, которые его слушают, просто видя в нем наместника Путина на этом месте. На самом деле, у него очень слабые позиции, ему даже не согласовали открытие его офисного центра в самом Петербурге, и губернатор Беглов не дал ему разрешения, не вели еще в строй. Но вот в такой ситуации он находится. Он убивал для Путина в надежде на то, что он, помимо вот этой вот медальки, которую ему повесили на грудь, он получит чего-то большего, а власть ему сегодня это не дает. Именно поэтому как раз он и опрашивает своих собственных наемников, готовы ли они принимать участие с минометами, с автоматами в боях в Москве, в московском регионе, потому что один из вариантов развития событий, что Пригожин и целый ряд тех, кто опасается окончания войны, вот они, возможно, предпримут какую-то попытку там, хунты, переворота и какого-то такого насильственного транзита власти с распределением полномочий в их сторону. Но при этом, еще раз, внутри России позиции у него крайне слабые, мягко говоря, мы это видим по целому ряду моментов. Поэтому здесь мы просто увидим, что его судьба, это судьба, извините за выражение, в эфире туалетной бумаги, которую используют по назначению и потом смывают. Увидим. Спасибо, Владимир, за ваши мысли. Владимир Осечкин был в эфире телеканала Freedom, правозащитники, основатель проекта ГУЛАГу нет.